В течение 30 дней верующие будут соблюдать строгий пост от рассвета до заката. О значении этого месяца рассказал председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Муфтий Крачева Черкесии Исмаил Хаджи Бердзиев. Что это значит для мусульманина? Аллаху Тавала из всех 12 месяцев, 3 месяца он выделил священными. Это месяц Раджаб, месяц Шаабан и месяц Рамазан. Вот они прошли Раджаб и Шаабан, и вот завтра, иншаллах, начинается месяц Рамазан. Тот человек, который живой, здоровый, мусульманин, он обязательно этот месяц должен держать. Для чего это дано? Аллаху Тавала испытывает человека, как он будет себя вести во время поста, во время Рамазана. И вот в этот месяц не только остерегаться от питья, от еды, и надо остерегать то, что ты разговариваешь с людьми. Много болтать в это время нельзя, надо только делать зикр, восхвалять Всевышнего Аллаха, надо делать благодеяние, и это все будет засчитываться, иншаллах. Я надеюсь на то, что мы все в этот месяц, да и после этого месяца, будем себя вести так, как подобает мусульманину. Мусульманин это кто такой? Тот человек, который делает добро. Добро для всех окружающих. Я вас всех прошу в этот месяц, делайте добро, восхваляйте Всевышнего. Намаз, рамаза, это то, что предписано над Всевышним. Само слово рамаза, это по-арабски, рамазан это месяц, рамазан. Каждая буква имеет свой смысл. Я об этом каждый раз говорю, но и не лишний будет напомнить. Первая буква, р, от слова рамазан, это рахмат, это милость Всевышнего, приходит в этот месяц. Вторая буква, м, это мауфират, прощение Аллаха, это приходит в этот месяц, рамазан. После идет буква зод, заман, это время тебя отделяет от рая. Вот это время, которое ты живешь на земле, вот это тебя отделяет от рая. А так, если ты полностью исполняешь волю Всевышнего, держишь у разума, иншаллах, ты будешь обладателем рая. После зод еще идет буква алиф. Аманаминаннар, остерегающий от огня, это тоже месяц рамазан. И в конце приходит нун, нуруль-халин. Нур, это значит свет Всевышнего. Что это такое? Это Коран. Коран Аллаху Таала начал посылать именно в месяц рамазан. В месяц рамазан нам был неспослан Коран. Это вот то, как мы должны себя вести, как мы должны жить в жизни, в повседневной жизни. Поэтому я вас всех прошу, пусть Аллаху Таала даст нам силы и здоровье, чтобы полностью держать этот месяц. И на гаид намаз, иншаллах, все вместе, если будем живы-здоровы, в большой соборной мечети будем читать уже гаид намаз. Субтитры создавал DimaTorzok